Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать на канал кувалда.ру. Меня зовут Антон. Алексей. Продолжаем лабораторные испытания имени кувалда.ру. Наша околонаучная команда, являясь аватарами ваших мыслей, вот этими самыми руками проводит тестирование, испытания, обзоры различного всякого инструмента. Вот в том числе сегодня у нас автомобильные наборы. Прошлый ролик набрал огромное количество просмотров, за это вам спасибо. В комментариях вы предлагали множество разных брендов, которые вы хотели бы увидеть на наших тестах. Собственно, мы направили запросы. Во-первых, кстати, если кто этот ролик не видел, вот здесь он по ссылке, короче, он здесь вывалится, вы можете перейти и посмотреть. Нужно посмотреть его, прежде чем смотреть этот обзор, потому что это, в общем-то, продолжение в часть номер два. Да, Алексей сказал, что мы тщательно изучили ваши комментарии и направили запросы брендам, которые производят эти наборы инструментов, чтобы они нам прислали наборы на беспристрастный, честный обзор. То сегодня нам прислали. Это Торвик. Что у тебя? У меня. Дико. Стелс Авто. Ауэ Стил. И барабанная дробь. Вот этот набор, ну этот бренд набрал самое большое количество комментариев, лайков. Все писали, что что за обзор автонаборов без... Нам прислали все-таки Джонсвей. Ну, они потому что не стесняются, а не уверены на своем качестве. Кстати, как и вот эти ребята, тоже не постеснялись, прислали на обзор свои инструменты. Что же касается Кингтони, Мастак, Делтехники и Форс, они у нас еще будут в ближайших видео. А вот Ресла просто отказались прислать нам набор на тестирование, на обзор. Мои парни не гордые. Возьмем и сделаем это все. Да, отдельно просто сделаем это видео. Пусть им будет стыдно. Мы взяли наборы 94 предметов, поскольку это самые такие, наверное, полезные, популярные по компоновке, по содержанию наборы. Опять же, взяли такие наборы, где наполнение одинаковое, чтобы у нас было сравнение цены-качество и больше ничего. Помимо того, что наполнение... Мы сравниваем по цене. Здесь выбивается Джонс Вейв, он действительно дороже. И будем смотреть только на качество. За что мы платим те или иные деньги. Где-то 3000, а где-то... Почти 9, почти 10. 9700, 9800. Да. Для начала разберемся с содержимым этих наборов. Посмотрим, что там внутри. Внимательно их изучим. После чего перейдем к самому интересному. Краш-тестам. Эй! Зачем туда вообще полезно? Не, ну я дед, конечно. Старый борчу. Борчу. Для начала разберемся с содержимым этих наборов. Посмотрим, что внутри. Внимательно изучим. Потом перейдем к самому интересному. Краш-тестам. Ну а в конце видео мы разыграем, я думаю, набор. Да я думаю, даже не один. Точнее, не думаю. Разыграем и не один набор. Так что, смотрим видео до конца. Сопереживаем. Ставим лайк. Это уже третье. И комментируем. Все? Комментарии, да, особенно важны. Комментарии обязательно для продвижения роликов, для поддержки канала. Главное, поддержки нас, потому что... Ну мы... В прошлом видео мы брали низ рынка. То есть, самые дешевые автомобильные наборы. И самый дорогой был 6 тысяч рублей. Порядка 6 тысяч. Почем, да. Да, сейчас мы чуть подняли. То есть, перешли на новую ступень. И средний ценник теперь стал 6 тысяч. Единственное, у нас два исключения. Это самый дешевый деко. И самый дорогой джонс. Самый дорогой джонс. Джонс, да. Перейдем к изучению. Это право я уступлю Алексею, потому что ты проводил обзор первого видео. Вот теперь, да, теперь будет все еще сражаться. Теперь все это можешь посмотреть. В общем, все, я ушел, а ты давай тут развлекайся. Начнем, собственно, с простого деко. Правильно, в прошлом видео поправили в комментариях. Это не фосфатирование. Это, да, это такой вид хромирования. Но, опять же, головки хромированные, с нанесением, с накаткой. В этот раз уже хорошо. На всех абсолютно частях есть накатка. Ну, за исключением карданов и, собственно, переходника вот этого с трех восьмых на полдюйма. Это, в принципе, не критично. Три щетки, просто обрезиненная ручка и вот эти вот окошки под флажком. Вполне возможно, что это для смазывания механизма, но не очень это красиво выглядит. В принципе, набор стандартен. Полдюймовые головки от 10 до 32 и четвертые головки. Точно так же, как и в прошлом видео, от 4 до 14. Здесь точно так же глубокие головки, две свечные. Свечные головки все так же с резинками. Ничего не поменялось. Попозже попробуем, насколько хорошо они держат, не держат. Ну и, собственно, биты. Здесь точно так же. Гибкий удлинитель. Не такой уж и гибкий. В прошлом видео в комментариях я просил написать, где вы их используете. К сожалению, никто не откликнулся. Ладно, едем дальше. Стелс скомпонован немножечко по-другому, но, по сути, просто перекинуто с одной стороны на другую. Точно так же хромированные головки. Здесь уже чувствуется, как сказать, то, что приложили руки, что ли, к нинкелированию головок. Они выглядят намного аккуратнее, чем у деко. Трещотка полностью закрытая. Флажок достаточно тугой. Нет вот этого вот лязга, как на предыдущем наборе. Собственно, на всех головках есть накатка. На всех головках есть маркировка, что это стелс. Все промаркировано тем, что это стелс. Основное отличие первых двух наборов – это кейсы. У этого кейса нет петли, как таковой. То есть при активном использовании у вас может получиться два полнабора. То, что кейс вот отлит, видишь, одним куском. То есть ты его часто будешь открывать-закрывать, открывать-закрывать. Собственно, так же, как с замками. Замки – вот, просто часть корпуса. Литье. Здесь металлические замки. И здесь уже петли с металлическим стержнем внутри. То есть при активном использовании с ними ничего не случится. Трещотка, опять же, хочу отметить. Уже обрезиненная, уже анатомическая почти. Ауэстил. Если честно, вот такая вот компоновка головок мне лично нравится больше намного. Потому что здесь вот идут отдельно два ряда ползаймовых. И отдельно целый ряд четвертных. То есть они никак не... Нигде не загнуты, ничего не это. То есть интуитивно можно взять любую головку, там, условно, на 10. Следом 13. Какая там еще самая ходовая? Восьмерка. Вот, пожалуйста. Они все всегда в одном ряду. Ты точно знаешь, что укой можно нащупать. То есть не обходить по пол чемодана. А просто взять десятую головку. Ну, или там, условно, вот в 27. Плюс. Здесь все-таки позаботились немножко о наших руках. И сделали трещотку с изгибом. Она лучше, потому что... Потому что, видишь, есть место для твоей руки. Если, допустим, у тебя гайка пригнана достаточно плотно к чему-нибудь. Если ты будешь крутить что-то... Возле самой стенки у тебя ни большим пальцем, ни костяшками пальцев за саму стенку ты не зацепишься. Она, видишь, имеет изгиб. Как раз на этом плюсы, наверное, и заканчиваются. В остальном, просто обычный набор. Здесь также вот минус огромный. То, что половинки кейса не скреплены никак. Это вот то же самое. Литье, штамповка, не знаю, назовите как хотите. Но металлические застежки, да. Этого у него не отнять. И, собственно, торвик. В принципе, полностью повторяет омбру. За исключением тем, что никелирование идет матовое, а не глянцевое. Как на прошлом наборе. И, к сожалению, ручка подбитая. Сделана обычной квадратной. Помнишь, у омбры была отличная ручка. У других то же самое. Точно такая же квадратная вот эта вот. Чудовищная ручка. Да ничем она мне не нравится. У нее форма квадратная. Вот эта вот, она гранями в руку врезается. Ее даже брать противно в руку. В свечных головках у всех резинки. Причем резинки не такие, как... А ну-ка, ну-ка, ну-ка. В единственном деко там плоская резиновая шайба. В свечной головке. Во всех остальных именно такой вот колпачок, который плотно держит, как присоска. В принципе, в каждом наборе мы найдем четвертные головки от 4 до 14. Полдюймовые головки от 10 до 32. Две трещотки на полдюйму и на 1 четверть. Набор удлинителей. Собственно, на полдюйму и на 1 четвертую. В трех наборах в деко, в стелсе и в авой стиле есть еще также гибкие удлинители. Здесь торвик пошел по пути омбры и не стали они его сюда вкладывать. Просто больше бит. Торксы и шестигранники. Стандартные так карданы. На полдюйма, на 1 четвертую. Четвертной вороток. Маленький, самый что ни на есть. Простейший набор микроскопических шестигранников. В каждом наборе абсолютно есть. Кейс у торвика немного попроще, чем у омбры. Да чем даже вот у, например, стелса. При всем, при том, что петли металлические. Застежки здесь одноразовые. Она держится здесь вот на двух пенечках. Два пенька и они туда запаяны. Да вот даже вот с сэйсом, с авой стилом в сравнении. Вот это замок. В случае необходимости. Да. В случае необходимости можно будет поменять. Вот он съемный. А вот эту защелку уже не выворотишь отсюда. А если выворотишь, то все, с концами. Углы, как обычно, мягкие. В остальном кейс неплохой. Здесь по углам в принципе неплохо, но нижние углы проминаются. Ложементы жесткие. Здесь ложемент цельный, литой. Между головками достаточно мягкий. Здесь в принципе все как бы уложено неплохо. Стелс в принципе самый жесткий. И по ложементу, и по ребрам. О, здесь даже по углам. Ну и опять же металлические замки, металлические петли. Ничего не сломаешь. И последний номер. Это деко. Очень мягкий ложемент. Неизвестно сколько протянет. Но с другой стороны достаточно плотно держит головки. Слушай, ну вот здесь вот эта вот мягкость, она оправдана. Во-первых, он недорогой. Во-вторых, головки держатся так же как и в резиновом каком-нибудь. То есть, лоточки назовем это так. И нет проблем ее поставить на место. То есть, если ложемент достаточно жесткий, просто головку как-нибудь так вот не до конца вставил. И в следующий раз при открытии она у тебя будет болтаться. Но минусы. Это застежки и отсутствие петли металлической. Ну опять же, ну опять же, смотри. При всей вот этой вот его кажущейся мягкости и удобности. Закрываешь, открываешь, и у тебя половина бит лежит в головках. Ну в зависимости от того, как громко хлопнуть дверцей. То есть вот. Это все достаточно наглядно. Опять же. Ну ты нормально вставишь? Да, она вываливается. Как я ее нормально вставлю? Вниз битой. Вот, видишь, она вроде бы держится. Так должно быть. Здесь ничего не вывалилось. Все на месте. Хлопни совсем. Нет. А если так хлопнет декор? А если так хлопнет декор? Боюсь, мы его потом по всей студии собирать будем. Ну и тоже все на месте. Ну головка одного и все. Дэни, все на местах. Хлопну. Все. Все на местах, да. Торвик. Нет, все на местах. Та же. Такая же шестигранная хочет свалить. Ну и собственно гвоздь нашей программы. Джонс Вей. Пластиковые замочки. Металлическая петля. Пока мы его туда-сюда таскали, разбежались немножечко головки четвертые. А давай сразу вот так же бахнем? Обязательно бахнем. А сильней. То есть прям закрывайте душевно, а не от души, да? Слушай, ну у него вот четвертые головки только распрыгиваются. Ну давай расскажи, что здесь в наборе. В наборе за 9 тысяч. В наборе за 9 тысяч мы получим полностью герметичную, но при всем при этом легко разбираемую трещотку для обслуживания. С весьма удобной, почти что анатомической рукояткой. Слушай, она такая классная. А ее как-то трогать приятно. Смотри. Здесь покрытие такое, прям шероховатое. И матовое. И здесь. Оно матовое, но оно при всем при этом очень гладкое, глянцевое. Класс. Какое-то уже инструментальное порно получается. Так, ладно. Да. Ни на одном из удлинителей, к сожалению, нет накатки. То есть промасленной какой-нибудь перчаткой или рукой в какой-нибудь мазуте зацепить такой переходничок будет достаточно сложно. Накатка на головках есть. Тут как бы все хорошо. Вопросов нет. Тут причем даже два вида покрытия. То есть здесь нижняя часть, которая к присоединительному квадрату идет, она такая прям матовая. Ну, за нее можно зацепиться. И рабочая часть, она глянцевая и гладкая. В середине между этим есть накатка. Как раз для того, чтобы ее можно было легко и удобно хватать. По комплекту точно так же от 10 до 32. Это на полдюйма, на 1 четверть точно так же от 4 до 14. Здесь, ну, тоже как и в Торвике, нету гибкого удлинителя. Непонятно зачем, почему. Ну, а учитывая, что в комментариях нам особо не написал никто, кто им пользуется, то как бы он, значит, особо не нужен нужен. Может быть, да. Может быть, он особо и не нужен, действительно. Так, по битам. Биты, в принципе, все те же самые, самые нужные, самые ходовые. Под ударную отвертку. Да, под ударную отвертку. Переходник на них также присутствует. Вот удлинители на 4 дюйма и на 10 дюймов здесь также есть полдюймовые, но мне очень не нравится то, что они без накатки. Здесь, кстати, вот Джонс Вэя на каждой детали, на каждой части этого набора есть отдельный артикул. И вот шестигранники эти, как обычно, болтаются по всему чемодану. Ну, кстати, мелкая трещотка также точно сделана. Съемником можно снять вот это вот стопорное кольцо и, собственно, добраться до внутренностей. Ну и переходим к самому интересному. Будем тестировать эти инструменты на прочность. В пытошную. Сначала попробуем на прочность. Головки с трещотками. Напомню, по ГОСТу трещотка полдюймовая должна выдерживать крутящий момент в 270 ньютон-метров. Головка в 425. Кстати, я не нашел в прошлый раз, но нашел в этот раз. Воротки должны выдерживать крутящий момент в 390 ньютон-метров. 19-я головка 523 или 532 должна держать крутящий момент. Сейчас мы все это дело проверим. Ну и посмотрим, насколько оно действительно соответствует ГОСТовской прочности. Как всегда, с самого дешевого до самого дорогого. Зараза. А вот у тебя на тебе перчатки КВТ, я смотрю, да? Это откуда все такие? Это вот нам прислали, это готовьтесь. Скоро будет новое видео с испытаниями перчаток. Ручка прокручивается. Ну, как бы... Ну, что... Ну, что... Опа! Вот! 627. 627 произошло у нас... Да. Тресчет сорвалась. Сорвалась. Тресчетка у нас сорвалась. Зубьев сломалась. Головка, кстати, целая. Головка чистая. Головка не слетела, головка ништяк. Я смотрю, она выберла 627 ньютон. Да. А что тресчетка случилась? Она просто все. Зубьев соскочил. Но 627 это в три раза больше заявленного. Того, что она должна быть... 270. Ну, в два раза, да. Два раза. Что значит вот это стоп? Сам прибор рассчитан на 550 ньютон. Но он показывает до 650. То есть, если стоп, то усилие превысило 650 ньютон на метр. Это стоп, как бы вопросов не возникало. Мы еще раз проговариваем. Смотри-ка. Неплохо. На головке. Ну, так. Номинальные просто следы с тресчетками. Ну, во-первых, у нее не прокручивается ручка. Во-вторых... Тресчетка сама работает. И не погнулась. Есть 650. Но здесь тоже все цело. Головка прям девственно чистая. На ней даже никаких этих следов нет. Чувствую четки. Сам механизм работает в обе стороны. Во-вторых, согнуть вот эту квадратную железяку... Надо очень сильно постараться. Торвик не погнулся. Он ровный, как и был. Деко не погнулся, но просто сломался. Сломался механизм. Да, сама тресчетка сдохла. Здесь вообще все идеально. В прошлом видео, помнишь, у нас были гнутые тресчетки? У нас были гнутые тресчетки, которые постепенно превращались в воротки. 150. Целый. Ну, было ощущение, что он на изгиб уже готов пойти. Ну, а может, сыграл просто. Ну, может быть. Сейчас головка. Головка там так, тоже просто следы. А тресчетку заклинило. Что, сломалась тресчетка? Ну, ее заклинило. Все. А на вороток. Флажок не переключается. Нет, вообще ни в какую. Стелс у нас, тресчетка вылетела. Да. А только хотел сказать, что инструмент пошел подороже, и все прям... Ничего не ломается. Нет, нет, нет. Головка 17-я. Шестигранная. Самая обыкновенная. Тресчетка на ползюрьма. Итак, Джонс Вэй. Самый дорогой набор у нас за 9000. Смотрим. По-моему, я что-то потянул. Но ты что-то, видимо, еще и сломал. Головка целая. Без этих видимых повреждений. Да, напогнулась. Опа. Джонс Вэй. А что это мы погнулись? Видно, нет? Ну, видно. Но слетел-то почему? Слетел, потому что, ну, все, трещотка вылетела. А, трещотка вылетела. Трещотка сломалась, да? Ну, не, она крутится. Крутится же? Ну, крутится. А, слушай, вот, все. Все? Все. Заработал? Заработал. Ура, заработал. Я беру свои слова обратно? Да, 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 да. Я переобуваюсь в полете. В обе стороны работает? В обе стороны, да. Ну, чуть заедает флажковый механизм, но нет. Короче, только погнулась. Только погнулась, да. Итак, результат теста трещоток-головок. У нас получилось деко, умерла трещотка, то есть, сам механизм. Все, до свидания. Торвик живой, невредимый. Авестил живой, невредимый. Стелс, сломалась трещотка. Механизм. Даже не крутится, даже шансов нет. Да, она все, она стала воротком. Минус. И Джонс Вэй, самый дорогой и самого дорогого набора за 9000 рублей. Сама трещотка немного погнулась. Вот, видите, чуть-чуть она так вправо уходит. Но она как-то так себе функционирует. Ну, я говорю, флажок заедает. Нет. А в другую сторону? В другую сторону чуть-чуть подзаедает. Да, вот в ту сторону, куда, собственно, тянул. Она туда как раз это. Вот так вот. Заедает. Неожиданно, неожиданно. Переходим к вороткам. Переходим к вороткам. Головки на 19. Глубокие. Глубокие. Здесь уже крутящий момент в 590. Они должны держать. То есть вороток должен выдерживать 590? Нет, вороток держит 390. А вот головка сама, 523 или 532. Вот. А сам вороток 390 должен выдержать. В любом случае, надо сказать, что мы сейчас нагрузку, которую даем, это превышение... Это разрывная нагрузка. Это превышение всех нормативов, которые могли бы только быть. Это именно нагрузка на разрушение. Сейчас я очки защитные возьму. Еще и ракушку, может. А то как с ключами получится. Минус 1. Деко оставил квадратик. Вот и вспомни, мы в тот раз тестировали тоже там квадраты... Квадраты летели только в путь. Там остался квадрат только у вихря. Кто не видел прошлый ролик, переходите, смотрите. Че? 450. 455 ньютон на метр. И деко потерял. Ну, опять же, смотри. И загнул. Чуть-чуть. Есть, есть. Есть изгиб? Ну, такой. Ну, есть небольшой. Кстати, споры были под прошлым видео. В реальности кто-то на вороток трубу накидывает или нет. Лагерь разделился на две части. Да все накидывают, господи. Можно подумать, никто никогда колеса на машине не менял. Точно таким же вот воротком точно так же ты на него и прыгаешь. Надеваешь трубу, если есть. У них разница с Z-Track'ом? Косарь. 3,5 и 2,5 у Z-Track'а. Подожди, и результаты те же самые. У Z-Track'а, во-первых, головка соскочила и размахрилась. Трещотка накрылась. Ну, здесь понятно, трещотка тоже накрылась. Здесь порвался квадрат, а там просто изогнулся сам этот вороток. Сам вороток изогнулся. Здесь вороток целый, но свернулся в квадрат. Вот она, эта разница. Разница между D-Co и Z-Track'ом в 1000 рублей, пожалуйста. Вот тебе целый вороток, но потерян переходничок. Ну, а здесь уже, смотри, 633. Там был 400 с чем-то, да? Так, по-моему, что-то куда-то улетел, мне казалось. Нет, башка здесь, квадратик тут остался. То есть здесь торлик прочнее, 633 ньютон на метр. Нет, вороток не гнутый. Да, вот если... Был бы изгиб, она бы с него просто так не слезла. Ты вспомни, как в прошлые разы гнулись. Авый стил, готов? Всегда готов. Смотрите, пионер какой. Есть. Все, 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 все. Не пересеркнули. Ладно, не будем. Потащил дальше. Так, 650 ньютон на метр, и мы прошли рубеж. Это авый стил, и чего? Квадрат на месте. Квадрат на месте, на квадрате есть небольшие вмятинки. Вороток. Вороток. Что, не погнулся. Вороток вообще прекрасно себя чувствует. Стелс. Невидимый американец. Скоро всех американцев будет не видно. Ну что это такое? Квадрат. Сколько? 138. 138. Ну, в принципе, неплохой результат. Ну, неплохой, но... Но потерянный. Что ты остановил, сейчас вот скажешь, что ты вот дернул в конце. Да где я дернул? Ну ладно, не дернул, не дернул. Изгиба нет. Ну, квадрат отвалился. Квадрат потерян. Минус квадрат. Ну, опять же, еще раз напоминаю, это максимальные нагрузки, которые... Это не максимальные даже нагрузки. Однако, вот эта вот штука авастил, выдержала все. Трещотку мы почти сломали. Посмотрим, что с воротком получится. Давай. Есть. Добрый вечер, я без печер. А вот так, ребята. 631. Ну, как и стил. Как стелс. Как стелс. Как стелс. Целый. Ну, вороток целый, понятно. Они показали в любом случае больше 600. Каждый. Любой из тех, у кого оторвался квадрат, они показали результаты выше 600 ньютон-метров. То есть это в два раза мы превысили вот сейчас нагрузку. А сейчас мы будем захватывать мир. Нет, конечно, свечи попробуем. В прошлый раз у нас, по-моему, Z-Track был. Он даже не надеялся на нее. Да, и этот как его. И Steyr тоже. Они даже не надевались толком на свечу. Вороток у нас авой стил. Единственный выживший. То же самое, как с Z-Track. Как с Z-Track, как со Steyr. То есть ему там не хватает... Ему не хватает тех самых там двух-трех миллиметров. Открутить-то можно. Открутить-то можно, но он опять же, видишь, на полквадрата у нас... Он даже не фиксируется на головке, на самой. Ну вот, если только вот таким вот образом. В принципе, держит. В принципе, держит. Резинка остается. Резинка держится, да. На минуточку. Ну все понятно. Резинка там. Турвик. Сел плотно. Квадрат сел полностью. Вообще никаких вопросов нет. Держится. Надо же. Осталось там. Солидно. Сейчас еще, да, на противоходе попробуем. Пожалуйста. Ну, все село хорошо. Ровненько и плотненько. Свечу держит. Резинка там осталась. Протянуто. И... Слушано. Тоже. Тогда, я полагаю, мороз мог сыграть свою роль. То, что резинки задубили и слетали, да. Плюс пять, наверное. Минус семнадцать был в прошлый раз. Так. Сел полностью. Так. Держится. А вот резинка-то не удержалась. Все-таки дело не в температуре. Не в морозе дело. Так. Нет, смотри-ка. Так и нормально. Так осталось. Джон свой. Джон свой. Так. Держится. Опа. Опа. Пара-бара-пам. Нет. Осталось там. Здесь все нормально. Да. Вон, наш тридцать один. Видно? Так, это стелс, да, глубина? Это стелс, да. ДК. Двадцать шесть. Ну, вот поэтому и не хватает. Мы закончили нагрузочные тесты. Как наборы себя проявили, вы видели. По окончании всех этих тестов мы решили провести еще один. Потому что условия хранения в гараже, там, в багажнике, ну, могут быть разные. Мало ли, там у кого-то есть капитальный гараж, это, конечно, хорошо. У кого-то просто железка. Естественно, как только начинается весна, этот гараж подтапливается, и все это заливается водой. Поэтому мы решили сделать следующее. Мы возьмем все эти наборы и поместим их на сутки в воду. Посмотрим, насколько они устойчивы к коррозии. Наборы полежали сутки в воде. Прошло еще буквально 2-3 дня. Они высохли. Посмотрим, насколько они покрылись ржавчиной, не покрылись, насколько хорошо держат хромированное покрытие, насколько, в принципе, хороши биты. Начнем с деко. Биты немного покрылись налетом, но, как бы, это и неудивительно. Причем биты не все. На головках есть следы ржавчины, но это потеки именно отбит. Сами головки, все, что покрыто хромированием, не пострадали. Естественно, здесь вот квадрат обломан. Здесь открылся хромванадиевый сплав. Естественно, он покрылся налетом. Окислился, так сказать. Торвик. Все абсолютно битые. И те, что под 1-4, и те, что под ударную отвертку, все окислились. Точно так же окислилось место слома. Ну и потеки, естественно, пошли на головки. Сами по себе головки не пострадали. Стелс. Ну, собственно, биты. Как те, что под насадку на 1-4, так и под ударную отвертку тоже. Поржавели, но меньше, чем у Торвика, надо отметить. Головки. Все, что покрыто хромированием, все, что никелированное, оно целое. Единственное, вот мне очень не нравится, под шариками на всех соединительных частях пружины. Они ничем и никак не обработаны. И, собственно, из-под них тоже были обнаружены несколько потеков. Предпоследний наш конкурсант, АВ-Стил. У него термообработка по битам очень даже качественная. Поржавели всего 2 или 3 биты, что на 1-4, что на 5-16. Переходничок, да? Нет, нормальный переходничок. Ну и опять же вот, под шариком пружина, она пошла ржой немного. То есть шарик сам целый, пружина внутри осталась. Она еще работает, но она немного потекла. Ну что, перейдем к главному номеру. Джонсвей почему-то повел себя точно так же, как и Торвик. Все биты заржавели. Точно так же на некоторых переходниках из-под шарика сочилась ржавчина. Ну, точнее, под шарик попала вода и заржавели пружины. Отчетливо видно. Из-под шарика вытекала вода. Ну и что хочется сказать по итогам. Собственно, деко. Здесь вороток имеет изгиб, но крайне незначительный. Предельно, даже не предельно, а экстремальную нагрузку, превышающую 390 ньютонов, которые должны быть по ГОСТу, он выдержал достойно. И, ребята, Z-Trek деко, я знаю, вы это один поставщик. Сделайте свечную головку подлиннее. Ее очень неудобно насаживать на свечу, а потом уже пытаться довернуть это все, и в результате и свеча, и головка окажутся в поддоне. Оттуда их достать очень проблематично. Торвик, это так называемый бюджетный Тайвань. Показал себя, в принципе, очень хорошо. Здесь на 17-й, которую мы, собственно, испытывали, есть только небольшие следы. На 19-й также. Трещотка. Выдержала. Единственное, что разочаровало, это биты. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы, я не знаю, какую-то лучшую термическую обработку они проходили. Либо можно сделать какое-то покрытие также. Стелс очень сильно напомнил вихрь из предыдущего ролика. Здесь, в принципе, сказать нечего. Ну, понятно, что квадрат обломили. Понятно, что он немножко не пережил. Биты практически все целые. Ну, за редким исключением. В принципе, Стелс неплохо себя показал. Возможно, вылетело несколько зубов, но... Трещотка работает. Причем в обе стороны нормально. Скорее всего, просто выкрашивалось несколько зубов. АВ-стил. Никаких следов ржавчины набитых. Бесконечно мощная трещотка. Почти как колосс от Веры. И они единственные, кто озаботился тем, чтобы у нас не сбились костяшки. При заворачивании или выворачивании какого-либо крепежа. Причем это сделано на обеих трещотках. На маленькой тоже. Основным плюсом оказался самый мощный квадрат. На нем есть, конечно, следы того, что мы его пытались свернуть. Но даже полежав в воде, не окислились. Ничего с ним не произошло. Ну и последний. Джонсвей. Ну, квадрат мы у него, понятно, сломали. Биты, к сожалению, заржавели. Как и у Торвика. Трещотка все еще осталась классной. Именно из-за того, что ухватистая очень ручка. С выемками под пальцы. И она все еще в рабочем состоянии. Иногда барахлит переключатель. Ну и как обещали в начале видео, розыгрыш. Мы разыграем вот эти четыре набора. Те самые, которые мы тестировали. На некоторых из наборов есть ржавчина, но сами знаете, как с ней бороться. На стелсе и торвике на тестах немного подклинили трещотки, но они оклемались. И работают. Единственный минус у Джонсвей, это чуть подклинивает переключатель. Реверс-антиреверс на трещотке. По квадратам, переходникам с трех восьмых на одну вторую. У всех наборов, кроме АВ-Стила, они, к сожалению, сломались, не выдержали. Ну и условия розыгрыша. Пишем в комментариях, какой инструмент вы хотите видеть еще на наших тестах. Наборы, ручной инструмент, электро, любой. И пишите, заберу название одного из наборов. Один набор, один комментарий. Итоги этого розыгрыша мы подведем 30 апреля в нашем выпуске. Не пропустите. Подробные условия этого розыгрыша, как всегда, в описании к этому видео. Ставьте лайк, если вам нравится то, что мы делаем. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вроде все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok